Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. Международный валютный фонд очень боится, что если Россия выйдет из организации, то вслед за ней выйдет еще целый ряд крупных стран, и с общемировым статусом фонда будет покончено. Главные акционеры Международного валютного фонда МВФ опасаются, что с возможным уходом России из организации вышли бы и другие страны, лишив ее глобального статуса, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами, однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны, сообщил он. По оценке Можина, в настоящее время Российской Федерации от фонда ничего не надо, однако есть польза от документов и доступа к информации. Директор отметил, что выход России из Международного валютного фонда МВФ ослабил бы позиции тех стран, которые нуждаются в поддержке Москвы. «Если мы уйдем, то ослабим позиции тех участников фонда, кто нуждается в нашей поддержке». Ведь состав Совета директоров разделился поровну – по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40% в пользу западных стран, сообщил он. Можин добавил, что популярность российской дирекции никогда не была такой высокой среди представителей незападных стран, как после начала 2022 года. «Наш уход сильно ослабит их позиции. Россия – сильный союзник. Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов. И мы справляемся, в том числе показывая мощь нашей экономики», резюмировал он. А тем временем Байден ради того, чтобы оскорбить Россию и Китай, готов даже отношениями с Индией и Японией пожертвовать. «Оскорбительные обвинения в ксенофобии, прозвучавшие в речи президента США Джо Байдена, приведут к проблемам в отношениях между Токио и Вашингтоном», пишет американская газета The New York Times. Ранее Байден затронул вопрос иммиграционной политики США в своем предвыборном выступлении в Вашингтоне. Он безосновательно обвинил Россию, Китай, Японию и Индию в ксенофобии, и заявил, что слишком жесткий курс якобы помешал процветанию этих стран. Эти комментарии могут стать источником раздражения для дипломатов администрации Байдена, которые потратили годы на обхаживание Японии и Индии, говорится в статье New York Times. Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, в свою очередь, прокомментировал материал в соцсети X, назвав заявление Байдена в адрес других стран очередным проявлением клоунады во внешней политике Белого дома. Особенно глупыми Вэнс считает слова в адрес ключевого союзника США в регионе, Японии. В Токио уже отреагировали на оскорбительную ремарку президента США. Член Верхней палаты японского парламента Мидзухо Уэмура в соцсети X предложила Байдену заняться проблемами Нью-Йорка, прежде чем говорить о других странах. Она напомнила, что скоро новый хозяин Белого дома может развернуть курс США на 180 градусов и выразила мнение, что Японии не следует сейчас слушать Вашингтон. «Мы не ксенофобы, просто наблюдаем за твоими провалами и действуем осторожно. Не слишком ли ты вмешиваешься в наши внутренние дела?» – написал в соцсети X депутат Палаты Советников Соха и Камия. В Кремле, в свою очередь, заметили, что слова Байдена отражают реальность с точностью да наоборот. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно Вашингтон, а не Москва, гоняется за людьми конкретных национальностей по всему миру и вводит бандитские ограничения против иностранных компаний по национальному признаку. На этом фоне окончательно провалилась еще одна идея Байдена о конфискации активов России. Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов России больше не обсуждается, пишет газета Financial Times. Хотя наши союзники и продолжают настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов, сообщило издание. Как отметила газета, европейские страны хотят одержаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, опасаясь возмездия. Страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИДе называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы. Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов. И что здесь не может быть сомнений, что Москва взаимно будет действовать. А тем временем западные СМИ увидели угрозу в новом русском оружии – авиационной ракете Х-69. Американские аналитики говорят, что ракета оказалась еще более опасной, чем кинжал, хотя и не может разгоняться до сверхзвука. Западные СМИ увидели серьезную угрозу в новом русском оружии – ракете класса воздух и земля Х-69. Это дозвуковая ракета, сочетающая маневренность и малозаметность. А ее умение при приближении к цели опускаться на высоту около 20 метров делает ее практически неуязвимой для ПВО. Длина ракеты чуть более 4 метров, размах выдвижного крыла 2,45 метра, скорость полета 1000 километров в час, гиперзвук – это превышение одного маха, который равняется 1224 километрам в час. По скорости Х-69 не в состоянии соперничать с гиперзвуковым кинжалом, однако при этом она дешевле и может производиться более массово, а для ПВО представляет крайне трудную цель. Западные аналитики считают, что если учесть все эти факты, то можно прийти к выводу, что Х-69 еще более опасна, чем кинжал. Анализируя характеристики ракеты, можно увидеть, что ракета Х-69 оказалась для Запада еще хуже кинжала. Она представляет серьезную угрозу и требует особого внимания со стороны оборонных структур и разведывательных служб, пишет американский журнал Newsweek. Немецкое издание Merkur в свою очередь замечает, что Х-69 является более продвинутой версией Х-59, и она адаптирована для русских самолетов пятого поколения Су-57, которые представляют колоссальную опасность для противника. А в это время российские силы и американские военные находятся на территории одной базы в Нигере до вывода США своего контингента из этой африканской страны, заявили РИА Новости в Пентагоне. Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад. «Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным помещениям и оборудованию США», — сообщил агентство представителя американского оборонного ведомства. В Пентагоне добавили, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США. Также в американском Минобороны отметили, что силы дислоцированы на авиабазе нигерских ВВС-101 у международного аэропорта столицы Нигера города Неомей. Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из ЧАДа. При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. В среду американский военный чиновник сообщил, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу. В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в ЧАДе около 100. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковский сообщала, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неуклоняльной политики США в отношении Африки. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.